Арт-встреча с интересными людьми в библиотеке проходит на протяжении уже пяти лет. Героями встреч становятся люди с инвалидностью, которые смогли реализовать себя. Сегодня творческая встреча с художником Василием Фомюком. Посмотреть на его творчество сегодня пришли как инвалиды по слуху, так и инвалиды по зрению. У некоторых может встать вопрос, как же слепые, слабовидящие посетители смогут увидеть его картины. Конечно же с помощью тифлокомментариев, с помощью словесного описания. Он инвалид по слуху. Рассказать о творчестве и представить картины художнику помогает сурдопереводчик. Светлана Горбова переводит рассказ Василия Фомюка с языка жестов. Василий любил рисовать еще в детстве. В школе его творческие начинания поддерживали, а вот дома такое занятие маленького художника не жаловали. Его мама рвала рисунки и выкидывала карандаши. Но Василий Фомюк втайне все равно продолжал рисовать. Уже после окончания колледжа художник пишет картины на профессиональном уровне. Некоторое время спустя переезжает во Владимир. Здесь в союз художников его брать не хотели и даже не замечали. Но после удачной выставки все же приняли. Картины художника всегда написаны в теплых тонах и ярких красках. Потому что поднимается настроение, когда смотрят на природу, на картины, когда пейзаж, рассвет, чтобы поднималось настроение у людей, чтобы когда люди смотрели, у них было положительные эмоции. Он хочет дарить людям радость, чтобы не было вот этой серости, сырости, чтобы у людей не падало настроение, чтобы только было положительно хорошее настроение. Положительные эмоции гости встречи получили не только от работы автора. Василий Фомюк пообщался со всеми желающими, ответил на интересующие их вопросы. А главное, вдохновил на свершение тех, кто также любит рисовать, но, возможно, боится. Художник на своем примере показал, что отчаиваться нельзя. Позыв на самореализацию своих способностей. Вот именно так. То есть учиться себя реализовать в жизни. И не смотрите на возраст, потому что у нас некоторые стали писать стихи в 60 лет. И песни. Поэтому это все уже приходит со временем. Я считаю, что это замечательное место, где могут проявить себя люди с ограничениями слуха и речи. И поэтому, естественно, благодарны нашей библиотеке за то, что есть возможность где-то себя обозначить. Кроме таких творческих встреч, в библиотеке регулярно проходит презентации специальных аудиокниг для слепых и слабовидящих людей. В январе презентуют книгу Фатьянова. Его произведения на протяжении нескольких месяцев озвучивали актеры. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».